А вы в курсе, что на ремонт сочинских дорог из краевого бюджета в этом году потратят порядка 500 миллионов рублей? Ну а в следующем году Краснодарский край готовит для сочинцев и гостей курорта еще больше подарок. На благоустройство городских магистралей и улиц будет направлено порядка 1 миллиарда рублей. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятова. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Но в целом же в Краснодарском крае на ремонт дорог в этом году будет выделено порядка 20 миллиардов рублей. Ну а что такое новые дороги? В первую очередь это быстрая, комфортная, но и, конечно же, безопасная езда. Ну а порой новые магистрали или свежеотремонтированные, или вообще вновь построенные, они могут даже объединять целые народы. Так, например, в регионе между станицей Тенгинской, это Краснодарский край, и аулом Уляб, это республика Адыгея, построили мост и проложили абсолютно новую дорогу. Ну и как раньше жители этих населенных пунктов добирались друг к другу и как ситуация изменилась сейчас, мы узнаем из нашего следующего сюжета. Смотрим, а потом вернемся в студию. Переправиться через реку и пройти несколько километров через лес. Для настоящей дружбы нет никаких преград. Они ходили друг к другу в гости, устраивали спортивные соревнования. А сам путь из Тенгинской в Уляб и обратно для молодых мальчишек тогда был целым приключением. Тогда все умели плавать. Что они плавали, что мы плавали. Вот они приходят, кричат, ай-яй-яй, давай, переплывают туда к нам на этот берег, мы здесь играем с ними в волейбол, футбол. Форму в руках держали вот так вот и плыли. Ну а как, по-другому никак же не получалось. В копилке местных жителей, кажется, сотни историй. Это сегодня они уже на заслуженной пенсии. А тогда, лет 50 назад, вместе с ребятами из соседнего аула боролись за внимание девушек и вместе отмечали праздники. Но с наступлением холодов встречи становились все реже. Река замерзала. Мост здесь когда-то был, но еще во время войны его разбомбили. Чтобы перебраться на тот берег, местные тогда сами соорудили переправу. Был натянут трос. Там закреплен на той стороне конец и на этой второй конец. Значит, на нем лодка такая военная или самодельная, ну большая. Невецкие трофейные лодки. Трофейные лодки после войны. И, короче говоря, был паромчик там. Даже не было трассы там на Услабинск. Вся связь шла через Тенинск. Они приезжали к нам оттуда, на пароме переправлялись и ждали автобус. Садились на автобус. Сыры, масло, молоко, шкуры, все, что было, все они везли на Услабинск через нашу станицу. Много лет, чтобы добраться из станицы в аул, приходилось ехать в объезд около 45 километров. Чтобы сократить путь, власти Краснодарского края и Адыгея решили возвести мост через Лобу и построить новую дорогу. О проделанной работе сегодня отчитали с главе Кубани Внемину Кондратьеву. Фактически работы должны были завершиться в 2017 году, 21 декабря. Завершили на 4 месяца раньше. То есть засрочно сдали объект. Что будет через 3 года с этой дорогой? Посмотрим. 5 лет до этого. Подрядчик несет ответственность. Гарантия. Это общий принцип, который мы сегодня в крае заложили. Люди скажут. Потому что мы сегодня дали им возможность кратчайшим способом добираться и друг до друга, и в целом в Адыгея и в Краснодарский край. Новая дорога позволит также открыть кратчайший выход на трассу Темрюк-Кропоткин из населенных пунктов Адыгеи. Сокращается и расстояние между юго-восточными районами Кубани. Но в первую очередь эта автомагистраль даст новый импульс для развития двух братских народов, уверены главы регионов. Символично и то, что торжественное открытие в день юбилея Краснодарского края. Сегодня 80 лет Краснодарскому краю. Но это не только праздник для жителей края. Это наш общий праздник. Ведь когда-то Краснодарский край был нашим одним большим домом. А сегодня у нас большие, дружеские, братские отношения. Аул Уляпи, Тенгинская, им уже не одна сотня лет. И сообщение было. До войны даже второй мировой был мост. Люди ездили друг к другу. И сегодня будут по этой уже теперь современной дороге жители Аула и всей Адыгеи, и жители станицы, и всего края ездить друг к другу. Значит будет жизнь между нашими народами. Тут всегда люди ходили друг к другу в гости. Я знаю семьи в Ауле Уляп, которые считают, что их родственники живут в Тенгинской. Значит и они по родственному относятся к семьям со станиц. Поэтому безусловно это очень важное событие. Эта дружба корнями уходит далеко в историю. Спустя не один десяток лет жители Тенгинской и Уляпа до сих пор общаются с семьями. Здесь как будто все друг друга знают. Да и не мудрено, ведь население в станице чуть больше двух с половиной тысяч человек. А в Адыгейском ауле и того меньше всего около полутора. Конечно интересное для нас это общение. Перевозки это хозяйственникам более нравится. А нам уже ветеранам это встречи, это возможность работать с молодежью, встречаться, молодежи рассказывать, приводить. Ну здесь жизнь связана не одного поколения и поэтому есть что вспомнить, о чем рассказать. Уже сразу после официальной церемонии мост открыли для транспорта. Почетное право первыми опробовать дорожное полотно дали спецтехники, которая помогала в большом строительстве. Этот мост для жителей Тенгинской и Уляпа как самый настоящий символ их дружбы, для которой теперь не страшны ни капризы погоды, ни расстояние. Два народа соединила вот эта дорога всего в 11 километров. Ну и о ремонте дорог, работе общественного транспорта и службы эвакуации. В нашей студии мы сегодня поговорим с директором департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи Юрием Усачевым. Добрый день, Юрий Александрович. Рады вновь вас видеть в нашей студии. Ну начать наш разговор хотелось бы с ремонта дорог. Как известно, по нескольким программам они ремонтируются. Это и краевая, в том числе программа, она называется «Ремонт улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Краснодарского края». И по ней решено делать ремонт в два этапа. И, насколько я понимаю, первый уже завершен. Его итоги, пожалуйста. Ну, первый этап на самом деле завершен. Это решение разделить на два этапа обосновано тем, что все-таки мы город-курорт, и у нас был летний сезон. Поэтому я могу сказать, что, в принципе, первый этап у нас завершился. У нас по контракту сроки были до 25 декабря этого года. Но первый этап у нас завершен досрочный. Последнюю улицу, которая у нас была в списке по первому этапу, ремонт на ней закончился 10 сентября этого года. Соответственно, по итогам первого этапа у нас отремонтировано порядка 52 дорог. Общая площадь ремонта составила более 230 тысяч квадратных метров. Ну, и я думаю, все наши жители, да и гости отметили, что те улицы, которые отремонтированы, во-первых, ремонты не мешали, я имею в виду, наших муниципальных дорог, ни нашим отдыхающим, ни нашим жителям. Мы постарались так выстроить график наших работ, чтобы здесь это прошло практически безболезненно для нашего города, для наших автолюбителей, которые по нашим улицам ездят. И, как бы, качество, я думаю, тоже всем понравилось. Ну, и довольно же остались не только жители центральных улиц, но и отдаленных, в том числе и сельских территорий, потому что ремонт был и там. Мы с них и начали, потому что, учитывая, что у нас это был летний сезон, конечно, у нас основное скопление наших туристов, гостей нашего города, конечно, было больше в прибрежной зоне. Поэтому сейчас у нас уже в ближайшие две недели ориентировочно начнется второй этап. Второй этап у нас включает в себя порядка 250 тысяч квадратных метров, которые попадут в ремонт, то есть это чуть больше, чем первый этап. И, соответственно, уверенно могу сказать, что не стоит переживать, у нас и второй этап будет закончен в срок. Сроки окончания работ по второму этапу у нас по плану это 20 декабря. Ну, и туда войдут тоже улицы разного значения и в центре, и в отдаленных частях? У нас основная часть улиц – это будет Лазаревский район, потому что первый этап у нас получился наоборот. Но, безусловно, второй этап у нас коснется абсолютно всех районов города. У нас достаточно будет много улиц отремонтировано в Вальдерском районе, чуть меньше в Хостинском и еще чуть меньше в центре. Список этих улиц, в принципе, представлен на сайте администрации города Сочи, так же, как и первый этап, то есть это можно посмотреть. Ну и общая цифра у нас получится 97, насколько я понимаю. Совершенно верно. Ну, и еще одна программа, по которой ремонтируются дороги и меняется дорожное полотно – это муниципальная программа. Какие дороги она затрагивает и что это за ремонт? Ну, тоже у нас на два этапа были поделены эти работы ровно по тем же причинам, которые я уже назвал по краевой программе. Первый этап у нас завершен. По первому этапу у нас отремонтировано 74 улицы. Это так называемый ямочный ремонт. По факту это ремонт участков дорог, то есть не улицы целиком, а участков дорог, где, соответственно, у нас ремонтные работы велись, скажем так, дорожными картами. Ну, например, это улица Горького от улицы Московской до улицы Карл-Липних, где поворот за Сумом. То есть этот участок дороги, он уже имел колейность и, соответственно, требовал ремонта. Поэтому, в принципе, второй этап у нас также начнется ориентировочно через месяц. Там у нас порядка 33 объектов, которые попадают под ремонт. Ну и, соответственно, окончание этих работ у нас тоже вторая половина декабря. В целом выделено в этом году было порядка 500 миллионов, и мы эту сумму называли просто какой-то космической, беспрецедентной для города. Я уточню, порядка 500 миллионов нам выделил Край, но по этой программе также участвует и наш бюджет городской. Поэтому общая сумма ремонта по двум этапам по краевой программе составила 558 миллионов рублей. Также дополнительно к этому около 100 миллионов с учетом первого и второго этапа это наши муниципальные городские деньги, которые идут на так называемый ямочный ремонт. Ну и, безусловно, мы не говорим о тех работах, которые были проведены и по разметке, и по знаковому хозяйству, ограждения у нас какие-то, обновились наши городские и так далее. Но в следующем году нам Край обещает какие-то еще большие суммы на замену дорожного полотна. Во-первых, мы настойчиво просим у Край, поэтому мы ожидаем, что в следующем году нам будет выделено с Края порядка миллиарда рублей. Это очень большая сумма денег. Это, в принципе, та сумма, которая нам была выделена перед Олимпиадой в 2013 году. Соответственно, заявку Департамент транспорта и дорожного хозяйства уже сформировал. И как только сейчас Министерство транспорта и дорожного хозяйства Края объявит конкурс, это произойдет, я думаю, в ближайшее время, соответственно, поверьте, город Сочи будет первым с этой заявкой в министерство. То есть мы готовы. Это здорово. Ждем с нетерпением. Ну и еще раз напомню, что в целом на ремонт дорог в Краснодарском крае в этом году будет потрачено порядка 20 миллиардов рублей. Более трех миллиардов направят на ремонт дорог в Краснодаре. И за качеством и за сроком выполнения этих работ там будет следить специально созданный межведомственный оперативный штаб. Чтобы привести городские автомагистрали в порядок, выделили больше трех с половиной миллиардов рублей. Однако сроки ремонта некоторых улиц отстают от графика. Что сегодня пишут жители Краснодара? Что ремонт, значит, ремонт благополучно брошен. Дорог, я имею в виду. И при том брошен на полпути. Еще есть серьезные вопросы к качеству работы. По крайней мере, так пишут горожане. Потому что они видят, как ведутся работы. Такие огромные деньги. Я не понимаю, вот еще раз, почему такое отношение. Или потому что не могут, или потому что не хотят. Вот то и другое, ну, меня не устраивает и горожан не устраивает. Город, ну, по факту оказался перед ситуацией, когда в отсутствии трехгодичного, можно говорить, финансирования по линии дорог никаких работ не выполнялось. Просто, конечно же, качество сотрудников, но их профессиональные навыки, они были утрачены. Поэтому в течение этого всего времени проходили работы и в части, и замены, и в службе технического надзора, и сметчиков. В Краевой столице сегодня ремонтируют 47 дорог. Их общая протяженность более 70 километров. Все работы должны быть окончены до 20 октября. Но уже сегодня деятельность городского дорожного департамента демонстрирует некомпетентность ответственных сотрудников, из-за чего сроки могут затянуться. Зачем вы держите тех, кто не способен работать? Зачем вы их держите рядом? Горожаны, они ожидали такого прорыва дорожного. А сегодня вот это ожидание, оно уже равняется нулю. Зачем весь город одномоментно начали ремонтировать? Взяли бы одну улицу, вторую, все вместе на нее набросились, а потом поэтапно бы все это прошли. А если уже взялись, то давайте сроки максимально выполним. Губернатор Кубани поручил обеспечить круглосуточную работу штаба и докладывать о проделанном два раза в день. В городской администрации вы курируете не только вопросы дорожного хозяйства, но и работу общественного транспорта. И вот самая последняя, конечно, горячая тема последних дней – это повышение цены за проезд. И насколько я понимаю, необходимость повышения цен, по крайней мере, со слов департамента, она была обоснована и обоснованной. На самом деле нужно сказать о том, что с 2014 года тарифы не повышались. Последнее поднятие тарифов у нас было в 2014 году. За это время, я думаю, здесь все прекрасно понимают, насколько выросла цена на то же топливо, на те же запасные части, горюче-смазочные материалы, масло, например, которое меняется в наших автобусах и так далее. И, безусловно, это поднятие цены обосновано. На примере городского тарифа, который на сегодняшний день 19 рублей, а с 1 октября будет 22 рубля, поясню, я думаю, опять же, все согласятся с тем, что город Сочи в сравнении, например, с Краснодаром достаточно большой город. А с учетом того количества гостей, которые к нам приезжают, по сути дела, круглый год, то мы все-таки достаточно много перевозим пассажиров. И при этом хочется отметить, что тариф в городе Сочи ниже, чем в Краснодаре, и, например, в Геленджике, потому что в Геленджике и в Краснодаре проезд на городском транспорте 23 рубля. Но скажите, благодаря вот такому повышению, стоит ли ждать нам тогда каких-то изменений в подвижном составе? Коммерческие перевозчики благодаря этому как-то смогут поменять автобусы, закупить более комфортный общественный транспорт для сочинцев? Здесь вопрос несколько шире, наверное. Здесь не только речь идет о повышении тарифа. Во-первых, мы говорили и ранее, и сейчас готов подтвердить, что у нас активно идут работы и заключен контракт по оптимизации маршрутной сети. Здесь хотел бы более подробно эту тему рассказать. Ну, скажем так, там маршрутная сеть, которая есть на сегодняшний день, она была разработана к Олимпиаде, для Олимпиады. Она прекрасно сработала в Олимпиаду, но нужно понимать, что Олимпийский Сочи – это был закрытый город. Это было гораздо большее количество ласточек, которые ходили совершенно по другому расписанию. Соответственно, расписание автобусов и их маршрутная сеть были подогнаны в том числе под расписание ласточек. Были транспортно-пересадочные узлы, которыми активно все пользовались. И, соответственно, учитывая, что город был закрыт, конечно, не было такого большого количества транспорта. Это первое. Второе. За те три года, которые мы уже прожили после Олимпиады, наш город, ну, все это тоже, я думаю, прекрасно понимают, прирост. Прирост именно населением, которые заселили те вновь построенные дома и, по сути дела, целые микрорайоны, которые есть в нашем городе. И, соответственно, безусловно, где-то нужно маршруты продлить, где-то их нужно изменить в принципе. Какие-то, может быть, у нас, и у нас таких много, они просто параллельные. И здесь вот именно вопрос оптимизации маршрутной сети стоит остро. Соответственно, эта работа, она уже ведется активно, как я сказал. Она будет закончена у нас в этом году, то есть до конца года. И, как следствие, уже когда мы получим новую маршрутную сеть, то, безусловно, нам придется объявлять конкурс и заключать вновь договора с теми перевозчиками, которые работают в Сочи. Потому что, во-первых, те договора, которые заключены сейчас, они заканчивают свои действия в следующем, в 2018 году. Ну и плюс, я еще раз повторю, новая маршрутная сеть, которая нам позволит провести новый конкурс. И уже здесь, при объявлении этого конкурса, конечно, город, как заказчик, это все-таки наши муниципальные маршруты, будут иметь полное право и будет требовать с перевозчиков обновления, в том числе и подвижного состава. Ну еще одна интересная новость последнего времени тоже, которая касается общественного транспорта, она была озвучена на одном из последних совещаний, которые проводил ваш департамент. То есть в Сочи предлагают узаконить неофициальные, но популярные среди жителей места высадки из автобусов. Прокомментируйте, пожалуйста. Я, по сути дела, рассказал об этом в предыдущем вопросе. Вот это как раз-таки есть та самая оптимизация маршрутной сети, потому что, ну, любой маршрут, он имеет документ, да, паспорт маршрута, где указаны остановки, которые есть. Но так уже сложилось исторически за последние пару, там, тройку лет, что, ну, где-то на самом деле, я еще раз повторю, ну, не знаю, там, заселилась какая-то там многоэтажка или целый там комплекс этих многоэтажных домов. И, соответственно, люди, ну, как-то привыкли выходить и, так скажем, ловить автобус там, где им удобно. Это первое. Второе. Здесь, получается, уже нарушают все возможные правила и дорожного движения, и, как бы, закон о всех перевозках и так далее наши водители вынуждены. Поэтому, чтобы убрать эти, ну, конфликтные, скажем так, ситуации, связанные с безопасностью дорожного движения, там, где это возможно, там, где место, скажем так, позволяет организовать остановочный пункт, вот эти вопросы сейчас рассматриваются, конечно. Ну, лицо общественного транспорта, как известно, это наши водители, и, к сожалению, к ним по-прежнему остаются немало претензий от пассажиров. Ну, одни не соблюдают расписание, другие проезжают мимо остановки, третьи, допустим, пропускают нерентабельные маршруты утром или вечером, но четвертые и вовсе грубят. И, к сожалению, грубят пассажирам пожилого возраста, которые на законных основаниях ездят с помощью проездных документов. Как мы боремся с такими водителями? Удастся ли когда-то нам переломить эту ситуацию? То, что эти факты есть, это, безусловно, это правда, здесь, как говорится, есть, как есть. Единственное, что я бы хотел просто обратить внимание, что нужно, конечно, все случаи конкретно рассматривать, вот каждый по отдельности. Я даже часто даю свой номер телефона в эфире, и можно будет его там, в эфире тоже мой личный номер дать, потому что мне важна в том числе, как руководителю департамента, обратная связь от каждого такого человека, пожилого он вовсе или не пожилого. Это роли не играет, потому что именно вот работа ведется, но именно вот, знаете как, никто из виноватых не должен остаться безнаказанным. Вот ровно поэтому и говорю. Что касается самой работы, которая ведется, то могу сказать, что только по МУП «Сочи Автотранс» с начала этого года у нас вот по подобным причинам уволено, ну в том числе по подобным причинам, уволено порядка 65 человек. И, поверьте, эта работа, она такая постоянная. Что касается водителей наших коммерческих перевозчиков, то у нас есть комиссия, которая рассматривает как раз эти вопросы. И я могу заверить вас, что, безусловно, при каждом обращении у нас в автобусах есть камеры. Все это просматривается, перепроверяется и так далее. Если факт подтверждается, бывают случаи, когда и не подтверждается. Это тоже правда, я там тоже, об этом тоже нужно говорить. Но если эти факты подтверждаются, то, поверьте, в зависимости от того, что какое нарушение сделал водитель вплоть до его увольнения. Если водитель увольняется с какой-то одной из фирм-перевозчиков, неважно, МУП это или частный перевозчик, то я уверяю вас, что такой водитель ни в одну другую фирму, которая обслуживает все автобусы, я имею в виду и коммерческие, и наши муниципальные, в городе Сочи уже на работу не попадет. Вот такими способами пытаемся с этим бороться. То есть пассажирам не следует копить какие-то обиды, а следует сообщать на горячую линию, звонить в департамент транспорта? Я прошу об этом, потому что, безусловно, вряд ли, наверное, кто-то поверит в то, что водитель придет и признается сам, что, вы знаете, я там кому-то нагрубил, или я проехал мимо какую-то бабулечку, которая стояла под дождем, потому что у нее проездной, и она не будет платить. Поэтому мне, наоборот, такие звонки нужны. Ну и следующий мой вопрос, который тоже обсуждается очень давно, это возможность оплачивать проезд по безналу. Ну, сроки постоянной реализации этого проекта как-то переносились, вот на какой стадии сейчас его реализация? Об этом проекте в городе Сочи, наверное, уже идут разговоры лет пять. Сейчас я могу сказать, что мы находимся на неком, скажем так, финише. Мы говорим не просто о возможности оплаты проезда с помощью банковской карты, Мы говорим об автоматированной системе оплаты проезда. Как раз-таки при введении этой системы, в том числе, многие вопросы, связанные с теми, с тем некорректным поведением водителей, с нашими пассажирами, они уйдут просто сами по себе, по большому счету. Потому что задача водителя будет в первую очередь следить за безопасностью дорожного движения. Он, в первую очередь, надо понимать, что он везет людей. Это первое. И второе, соответственно, очень важно, тоже на это много людей жалуются, его задача будет соблюдать расписание. Потому что как раз-таки это уже будет требоваться от наших перевозчиков. И это те критерии, которые будут влиять, в том числе, и на оплату данному перевозчику и данному водителю за данный рейс. А что касается самой оплаты, то такие системы уже давно есть во всем мире, во многих городах Российской Федерации. То есть это будет некая карта проезда, которую обязательно нужно будет прислонить к прибору в автобусе. Оторвать билетик, как это и положено, как это и должно быть. И ехать по этому билетику до конца поездки. Это будет делать сам пассажир. Сроки есть какие-то сегодня? По срокам, я думаю, что уже с 1 января 2018 года, скажем так, у нас начнется внедрение этой системы. На определенных маршрутах это уже будет работать в декабре. Надо не забывать, что у нас впереди чемпионат мира, и это однозначно будет работать до чемпионата. Поэтому в ближайшее время это уже начнет постепенно внедряться в нашу повседневную жизнь. Ну и в завершении нашей программы хотелось бы поговорить с вами на тему золотого или, как мы его еще называем, чистый квадрат. То есть для того, чтобы разгрузить центр города, наш деловой центр был сделан немало, и дорожные знаки поменяли, и сама система эвакуации стала более лояльной. Стали убирать только те автомобили, которые действительно мешают проезду транспорта. Ну и много чего еще было сделано. Но в итоге общественность не одобряет золотой квадрат и говорит, что он не работает. В чем был просчет, как вам кажется? Был ли просчет? Не просчет, нет. Вот вы сказали слово лояльность. Я не знаю, может быть, это правильно вы назвали лояльность, может быть, нет. Но на самом деле, что касается чистого квадрата, это ряд улиц, как вы сказали, делового центра нашего города. На которых город вместе с сотрудниками ДПС, новым руководителем ДПС, объявил, что мы здесь будем работать более активно. Точнее, не мы, а сотрудники ДПС, которые, собственно, и принимают решение об эвакуации. Но с одной стороны. С другой стороны, неисполнение знаков, которые стоят на дороге, это, по сути дела, нарушение закона. Получается, здесь закон нарушать мы не рекомендуем, а где-то можно. Ну, неправильно. Поэтому, что касается эвакуации, в общем, по городу, то, ну, к сожалению, вот лично свое мнение высказываю, к сожалению, наши жители, в основном, наверное, да, все-таки, ну, как-то немножечко халатно относятся к тем требованиям знаков, которые есть. И даже заведомо зная, что и знак законный, и здесь под этим знаком могут эвакуировать, почему-то люди нарушают эти правила. При этом, те парковки, которые у нас есть, в том числе в границах этого чистого квадрата, они стоят полупустые. Ну, человек с целью экономить, там, не знаю, 50-100 рублей, в зависимости от того времени, на которое он приехал, ну, как-то вот он рискует попасть под эвакуацию, которая за собой влечет как оплату, собственно, самой эвакуации, так и оплату штрафа. Поэтому, ну, мое мнение, что здесь нужно просто усиливать эту работу, такое же мнение. И, кстати говоря, у общественности, вот, буквально пару часов назад была планерка главы города Сочи, на которой были писатели всех ТОС. ТОС, вы знаете, это у нас выборная должность, которая выбирает общественность, и как раз этот вопрос в том числе обсуждался, и все писатели ТОСа, значит, и наши жители говорят о том, что нужно усилить работу по эвакуации. Почему? Потому что, ну, на самом деле, уже все видят о том, что беспорядка на улицах стало больше. А беспорядок именно из-за тех самых нарушителей, законов, которые останавливаются в неположенных местах. Ну, и здесь, к сожалению, ну, к сожалению, я подчеркиваю, видимо, без наказания за это нарушение, ну, как-то плохо доходит этим нарушителям, что нельзя нарушать правила дорожного движения. То есть, в Сирии должны быть общие, это и работа полиции, и сами водители, они должны тоже соблюдать правила дорожного движения. Безусловно. Понимать свое ответственное и заброшенное автомобиль. Безусловно. Если мы говорим о водителях автобусов, и говорим, что он, нагрубив, должен быть обязательно наказан, то почему тот человек, который нарушил правила дорожного движения, на улице, которая выходит за пределы чистого квадрата, не должен быть наказан? Водитель тоже человек, тоже наш сочинец, чей-то там сосед, брат, муж, я не знаю. Это тоже наши сочинцы, такие же, как и те водители, которые, безусловно, кричали и будут кричать, а это мою машину эвакуировали. Незаконно. Ну, конечно, а зачем ты ставил под знак? Ты же видел знак, ты же понимал, что ты нарушаешь правила дорожного движения. Это тоже законно. Будем надеяться, что наши водители будут все-таки меняться в лучшую сторону, соблюдать правила, которые общие абсолютно для всех. Конечно. А вам спасибо большое за то, что стали героем нашей программы, и спасибо большое за очень интересный разговор. Ну, я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был директор Департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи Юрий Усачев. Спасибо. Спасибо. Ну, и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. До встречи в следующем году. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok